Всем доброго времени, мои дорогие! Сейчас мы посмотрим Майкл Джексон, причину смерти, что произошло. Итак, вот эти вот всякие у меня вот эти вот людишки, которые там... Ах, блядь! Обидела Юру Шатунова! Да идите вы нахуй вместе с Юрой Шатуновым! Кто видел мой расклад про него, те поняли, о чём я говорю. Я не буду присмыкаться перед вами и говорить то, что вы хотите слышать. Это расклад. А если вы будете пытаться как-то, знаете, со мной вот как-то разговаривать не так, или пытаться меня оскорблять, я никого не оскорбляю, я говорю факты. Факты, да, которые вышли у меня на раскладе. То вы знаете, что с вами будет? Я вам такое скажу, что жизнь — это очередь за смертью. И если вы будете пытаться грубить чёрному практику, то вы будете вне очереди там. Вот и всё. Так что не надо мне. Что вы там хотели за Юру Шатунова услышать, что его убили? Ну, к сожалению, я не привыкла говорить то, чего нет. Вы привыкли слушать то, что хочется вам. И вы всегда делаете из смерти какого-то известного человека ажиотаж. Хотя известные люди тоже умирают. И не обязательно, что их убивают. Понимаете, не обязательно. Юра не был таким охерительным красавчиком, либо миллионером, или ещё что-то там, прям миллиардером, чтобы его там убивали. И жена такая простенькая, захудалая, такая уродочка, утёнок такой. Ну, это моё мнение. Вы видите, что я на язык острый. Я буду высказывать всё, что я хочу. Я людям люблю помогать. То есть, да, я люблю видеть правду. Вот, поэтому не надо вот здесь мне пытаться как-то вести меня в заблуждение. Я уже знаю, кто ко мне завтра придёт, с какой помощью, и кто, когда помрёт, я тоже знаю. Не надо пытаться ставить людей, которые, там, какие-то певцы, или там ещё что-то, пытаться их ставить вот в первые ряды. Они такие же смертные, они умирают. Вы что думаете, что за ними не придёт смерть, или их не коснётся она, или она их обойдёт? Да, за всеми приходит смерть. И за вами, и за мной, и за всеми. Люди могут болеть, тем более, учитывая нагрузки Юры, вы понимаете, да, чем это чревато. Так что я не понимаю, как люди могут говорить о том, что он должен жить, он же такой певец. А что, певцы не умирают, если он певец, а какой-нибудь ребёнок анкобольной? Ребёнок должен помереть, а он жить? Вот образно, да? Вы такие вещи говорите, что если человек, люди вот богатые, да, и они там известные, то они чуть ли там пиздец. А это не бог, успокойтесь. Это обычный человек, который помер. И все известные будут вздыхать, все певцы, ваши кумиры будут дохнуть, потому что мы все люди, мы умрём. Я скажу вам один стишок, его уже переделали, но я вам скажу. Нормальные люди поймут, в чём смысл. Годы идут. От праха чёрного и до небесных тел Я самый сильный колдун, я чёрный маг, Я разгадал много слов и дел, Коварство я избег, Распутал все узлы, Лишь узел смерти Распутать не сумел. Я думаю, что вы меня поняли, Что перед смертью мы бессильны, Она придёт ко всем. И не важно, кто ты. Чёрная ведьма, Или священник, Или богатый миллиардер, Или какой-нибудь заправщик машины. Она придёт ко всем. Я тоже помогаю людям, Я могу навести порчу, Я могу разгадать убийство, Ко мне приходят, Чтобы я рассказала, Где лежит труп. Когда ищут людей, Допустим, думая, что они живые, Они ко мне приходят, Я говорю, Ищите в колодце, Или там-то, Там-то, Реально находят, Потом говорят, Да, Менты нашли там. Но я не могу, Я могу снять порчу, Я могу как бы, Но я не могу сделать так, Чтобы человек избежал смерти, Если она ему по судьбе. Так что успокойтесь, Мы все умрём, Мы все смертные люди. Просто кто-то сидит, Мышка, И боится сказать правду, А кто-то такие смелые, Сильные люди, Как я, Которые могут это говорить. И не зря я на пути, Ведьма, Потому что тут только такие люди Могут быть. А не сявки, Которые пытаются быть В толпе этих людей, Которые придумали, Что Юру убили, Когда у него было Плохое сердце По наследственности. Ладно, Всё, Не хочу о нём слышать, Как бы, Да, Не по кайфу мне. Я хочу смотреть На сильную личность Майкла Джексона. Вот. Я любила его Как личность, Тоже видела его Многие концерты. Ладно, Поехали. Майкл Джексон, Причина смерти. Сразу идёт сильная энергетика. Сразу идёт сильная энергетика. Майкл Джексон. Он очень любил жизнь. Он очень любил жизнь. Майкл Джексон. Расскажи. От него идёт тепло. Вот когда я делала на Юру Шатуновый расклад, Такая мерзкая какая-то У меня ситуация была. Видела, Как он, Да, Во-первых, Он мучился. Он умер от сердца. Действительно, Это так. Была агония. Но вот тут у Майкла Очень хорошая, Тёплая энергетика. Она сильная, Она добрая. Он был в движении. Он был постоянно В движении. Он любил море. Он любил звёзды. Он любил небо. Я вижу этого человека, Который постоянно улыбался. Вот просто расклад Очень делать приятно. Этот человек Реально всем помогал. Он был, знаете, Он либо был чувствительный, Как рыбки, Вот знаки зодиака, Либо же был знак зодиака рыба. Но я могу ошибаться. Я не читала за него Прям вообще там Статьи какие-то. Но он был, Вот сейчас по моему раскладу, Этот человек реально был Очень таким, Вообще просто Энергия была Очень такая сильная. И он всегда был в движении. Он никогда не сидел дома. Даже в школе его ругали. Везде его ругали. Я смотрю, Что он был озорным, Реально озорным человеком. Он всегда мог быть справедливым. Он судил по справедливости. К нему шли за советом. Он мог помочь. Он мог помочь. И, кстати, Я не скажу вам, Что у него есть проблемы С психикой. Человек был очень творческим. А творческие люди, Они немножко в своём мире. Они в своём болоте. Они в своём царстве. Даже если это царство Помойных, Как говорят, мешков. Он был очень-очень. Он был миролюбивый. Он мог идти на мир. Он не был конфликтным человеком. Он много знал. Он был просто творческий. Я не вижу у Майкла Джексона Какие-то проблемы с психикой. Я не вижу. То есть, да, И даже то, Что он делал Пластические операции, Я не вижу В этом каких-то Психических расстройств. Человеку так нравилось. Он хотел. То есть, да, Но что здесь такого? Мы тоже делаем ногти. Мы тоже делаем Какие-то там брови, Татуажи. Это не значит, Что мы дебилки Или какие-то дауны. Или люди с психикой, Там, я не знаю, Какого-то там дебила, Который не способен действовать. То есть, я не вижу, Что Майкл Джексон Пытался это доказать Кому-то Своей пластикой. Всё, да, Допустим, Люди, посмотрите на меня. Я не вижу, Что он хотел привлечь внимание. Мне идёт в голову Такая информация. Я просто так хотел. У него был ещё голос такой нежный. Я просто так хотел. Я так хотел. Я просто так хотел. Вот он так хотел. И он говорит, Что я очень много знал. И я не хотел Что-то доказывать. Просто я так хотел. Мне моей душе было так комфортно. Моему сердцу, Моей душе было так комфортно. Я вижу человека, Который постоянно помогал Майклу. Но это не отец. Это либо друг, Либо врач, Либо тренер какой-то. Он постоянно помогал. Он постоянно Помогал ему. Вот просто мне Очень сильно Расклад про Майкла Джексона Понравился. Я только делаю, Конечно, Но он прям понравился. Открытая душа Идёт очень Хорошо на контакт И не такая тяжёлая энергетика Как у этого шатунова, Блядь. Вот. Поэтому Мне очень нравится. Он открытый человек. Он не хитрый, Как этот Юра. Он очень хороший Майкл. Он очень-очень хороший. Он постоянно Он любил жизнь. Он любил движение. Он любил жизнь. Ещё, знаете, Ещё такая информация, Как будто мне кто-то говорит, Должно было родиться двое. Либо Его мама Была беременна Двоими, Майклом И ещё эмбрионом. Но эмбрион какой-то замер. Либо замер плод Вот Робби мамы И сразу зародился Майкл Джексон. Он Трудно переносил Какие-то Конфликтные ситуации. Даже что-то Вот кто-то ему скажет, А ему трудно Это отпустить. Собаку Увидит холодную Голодную на улице Ему трудно Это отпустить. Это больно. Ему то есть Ну я Я вижу очень Такого человека Который Ну он 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 Не гнался за деньгами. Вот он За деньгами Не гнался. И Вот сейчас пошло Да, тяжёлое Он умер в доме. Дом 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 Большой дом Белый дом Не знаю, что это Белый дом Большой дом Вот Сейчас Либо он Тут идёт Как знаете Вот Он был Очень добрым Но он всё равно Не хотел жить По правилам Других людей И он Мог Дерзко Ответить Вот Прям очень дерзко Мог ответить Как-то Знаете Если нарушали Его Границы Вот И Здесь идёт Такая информация Что Либо он От религии Открестился Своей Вот это я вижу Вот Или же Религия Очень много Очень много Много Людей Скопления Людей Скорее всего У него было Очень много Корней Но идёт Крест И Отсечение Креста Принятие Другой Религии Он Обросил Иисуса Вот я вижу Бросил Бросил Он Как будто Какую-то Истину Понял И знаете Как будто Вот Мечеть Или что-то Вот Я же говорю Очень Это был Очень Интересный Человек Отсечение Религии Отсечение Своей Религии Он Принял Другую Религию Так Чушь У меня Нету Этого Священия Приходится Этим Фаналик Ладно Что-нибудь Придумаем Я не вижу Человека С омерзительным Трехически Больным Я не вижу Я сразу Говорю Что этот Человек Уникален Он Мыслил По-другому Хорошо Майкл Теперь Расскажи Про свою Смерть Отсечение Религии Я сразу Увидела Что Да Здесь Было Скорее Всего Хоть Опознал Истину И сейчас Мне там будут Если дебильные Комментарии Писать Лучше Не надо Если человек Принял Чужую Религию То это Не значит Что он Конченый Просто Душа Его так Хотела Быть В этой Религии Душа Хотела Стремилась Здесь Ничего Нет Плохого Когда мы Рождаемся Нас крестят Без нашего Разрешения Да Потом Только Иногда У человека Приходит Мысль Подожди Я не хочу Быть В этой Религии Черт Ебаный Побрал Понимаете Хорошо Майкл Жексон Давай Расскажи Причину Смерти Сейчас Я отвечу Клиенту Минуту Он был Видите Как Карта Печали То есть Он Скрывал Свои Слезы И Перед смертью Как подписывал Очень много Документации Я вижу Проблемы С суставами У него Были Какие-то Проблемы С суставами Какие-то Проблемы С Какие-то Суставы Что-то С суставами Вот Люди Опять Делают Тайну Но Это Не Тайна Кстати Он Не Мучился Он Мучился Только Душевными Переживаниями Здесь Остановка Что-то Знаете Похожее на Юру Шатунову Шатунова Этого Но Это Два Разных Человека Майкла Равнять С этим Юра Это Конечно Нет Здесь Поп Король Это Личность Это Легенда У него Были Проблемы С Суставами Я Вижу Майкла Джексона Раз Два Остановка Сердца Вот Раз Два Остановка Сердца Остановка Сердца Мне Скоро Не вызывали Скорую Это Доброе Сердце Вот Его Просто Остановилось Будем Смотреть Почему Реанимация Или Пытались Реанимировать Дома Даже Я вижу Сейчас Знаете До сих пор Есть люди Которые Его Любят И они Даже Рисуют Портреты И картины Где-то Оставляют Я не знаю Целую Даже Молятся Мне идет В голову Кумир 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 Даже Молятся Портретом Этого Человека Это Яркий Человек Это Реально Яркий Человек Это Мировая Легенда Я не Вижу Я вижу Психотрамы У этого Человека Но Я не вижу У него Психические Расстройства У него Были Какие-то Психотравмы Но Не Психические Расстройства Как Многие Говорят У него Многие закрывал лицо руками плакал очень часто это человек я же говорю он личность эмоциональная знаете как говорится хорошие люди умирают молодыми не знаю это в голову пришло но я вижу что у него было очень много психотравмы как считывают вот энергию его психотравм но это реально поп король я не вижу что он был болен психически здесь идут какие-то вот видите карта силы пытался остановить какую-то боль может принимал какие-то действия то есть он принимал обезболивающие я вижу я пока психотропные не вижу я вижу людей которые помогали ему рядом я вижу много детей которые это может быть его дети Может, приемные действительно, как и говорили. Да, у него была депрессия. Успокоительные, успокоительные. Он говорит, я успокаивался. Успокоительные, успокоительные. Пил, 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 пил. Много успокоительных. Вот сейчас я вижу психотропные, да. Вот если у Юры в крови я психотропных не видела, у него вижу. Я, Тась, почему у него так пальцем, пальцем показывает? Что ты хочешь мне сказать? Он помогал благотворительность. Он помогал. Он помогал. Он вот так делает? Он сейчас как будто танцует. Остановка сердца. Это была остановка сердца. Вот так вот, вот, вот. Почему Майкл? О, спасибо. У него очень гостеприимная душа. Он, кстати, передает мне, что я реально сильная черная ведьма. Он бы хотел со мной познакомиться. Я не знаю, 45 или 40 лет, или 50 лет, но он с кем-то хотел встретиться до смерти, но не смог. Остановка сердца. Хорошо, Майкл, сейчас другой вопрос. Тебя убили? Да. Да. Почему? За деньги, за власть. Думали, у меня миллионы. Да. Да, они убили. 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 Он показывает, яро-жёстко, яро-жёстко. Он не имитировал свою смерть. Сразу идёт вот резко. Я не живой. Я уже умер. Примите этот факт того, что я умер. Я умер. У меня нету. Вот даже у него такая живая энергия сейчас, но его нету. Бывает, что... Во-первых, он показывает на грудь. Он может болел лёгкими. Он говорит, что я умер. Я не прячусь, как многие говорят. Я не где-то живу. Я уже ушёл. У меня нету. Мне давали не те лекарства, которые мне нужны. Я умер. Умер дома. Я хотел жить. Я не убивал себя. Он говорит, я не убивал себя. Как я мог убить себя, он говорит, если у меня такая живая энергия, я любил жизнь, и я тратил очень большие деньги на себя, на проверку врачей, чтобы жить. Да, меня убрали. Что? 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 Он говорит, что? 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 Вообще. Смерть. Что? Я не живой, он передаёт. Он говорит, что я как бы умер. Люди, которые меня очень любили, они до сих пор не могут меня отпустить и до сих пор молятся на меня. Я не был психически болен, он говорит, у меня были просто стрессы. И я принимал таблетки, потому что я не выдерживал депрессию. Я умер. Вот смотрите, там те, которые его до сих пор слушают, я понимаю, что у каждого свои кумиры, но он говорит о том, что я умер. Хотел спать, не мог, не мог спать. А, всё. Угу. Знаете, у него очень было много боли утоляющих лекарств. Пропофол. Ой, бля. Это его словом какой-то пропофол. Я не знаю. Что это? Майкл, а что это? Что такое? Как он говорит, всегда стоял на балконе и я смотрел в какой-то бассейн. Пропофол это то, что это не наркотики, я просто хотел спать. Я просто хотел спать. Мы обговаривали. Это с врачом. Это что-то связано с... Болят ноги, он говорит, болят ноги, да. Хорошо. Что? Не хотел, чтобы меня вскрывали. Он говорит. Не хотел, чтобы меня вскрывали. Мне было страшно и больно. Я болела всём. Он болел паническими атаками. Вот на фоне сильных стрессов он заболел паническими атаками. В конце. Либо же после каких-то препаратов мне давало это панические атаки. Да. Он говорит, покажи им карту смерти. Покажи им карту смерти. А я ушёл. У меня нету. А я ушёл не сам. То есть я думаю, что вы поняли. И я тоже буду как-то сохранять какую-то тактильность, говорить не всё. Потому что это тоже в моих интересах. Каждый расклад на чью-то смерть, да, из известных людей, несёт мне тоже угрозу. Вот. Так как на меня было нападение, я не буду говорить всё, что сейчас есть. Он говорит, покажи им смерть. И вот так. Всё. Я думаю, что вы поняли меня. Ну ладно, девочки, перейдём теперь к вам. В январе у меня скидки. Перед 14 февралём у меня скидки. То есть 23 февраля тоже. Так что январь и февраль у меня будут скидки. Я вошла в ваше положение. То, что мне многие писали. Они не могут оплатить какие-то там услуги, да, вот связанные с магической практикой. Многим нужна чистка, либо какой-то любовный там приворот. Да, девочки, пишите. Есть скидки. И по скидке вы можете у меня заказать ритуал, диагностику и так далее. Смотрите, кто пишет, сколько стоит расклад. Смотрите, расклад стоит у всех по-разному. Нету какой-то фиксированной цены для всех. Но меньше тысячи вы мне не заплатите. То есть вообще идёт от тысячи от полторы. То есть это нормальная цена для диагностики у чёрного практики. Ладно. Смотрите, то есть почему я называю одним такую цену, а другим такую. Потому что вот пишет мне сегодня женщина. Я сразу вижу, что она хочет поговорить об умершей матери, которая недавно умерла. Мама умирала тяжело. Я говорю, здравствуйте, говорю, Светлана. Вы мне пишите за умершего человека? Она говорит, да. Говорит, три тысячи. Она говорит, а вот подруга была у меня. Она смотрела вот просто как бы вам полторы платила. Да, полторы платила подруга, потому что она хотела просто посмотреть, что сейчас будет у неё, что ожидает в ближайшее время. То есть, ну, вы понимаете. Но я делаю скидки и постараюсь январь-февраль делать вам скидки. Поэтому пишите. Вот. И если вы хотите звонить, то на WhatsApp. Но лучше пишите. Я уверена, что сейчас ни у кого нету там прям. Никто не умирает. Поэтому как бы это. Лучше пишите, пожалуйста, мне. Будьте добры. Вот. И по поводу любовной магии. Да, тоже есть скидки. Но смотрите, я не берусь делать приворот без фото. То есть, фотку вы должны обязательно скинуть. Но как вы представляете? Как делает ведьма порчу? Фотография, если есть в руках у ведьмы, любой ваш враг может умереть. Вы понимаете это. Поэтому лучше фотографию, конечно, мне давать. Вот. Потому что это нужно, это надо, это так оно должно и быть. Я не могу, допустим, взять деструктив и сделать порчу на любовницу мужа по ее имени. Я должна видеть изображение. Я должна. В основном я оставляю это на кладбище. Да. Покойникам, бесам. Поэтому фотографии вы должны как бы предоставлять, мне кажется, на любые ритуалы. Есть такие ритуалы, но крайне редко их мало, когда фотография не нужна. Но это уже как бы не в вашем, скорее всего, случае. Вот. Ну вот так вот. Всем желаю добра, всех благ. Любите друг друга. Никогда не болейте. Будьте разумными людьми. Вот. Не верьте вот этим сплетням. По поводу еще меня просили чреватого рассказать вот этого вот долбоеба. Я тоже расскажу про этого долбоеба попозже. Я не успеваю про всех. А мы провожаем душу Майкла Джексона, потому что она действительно была здесь. Это была очень прекрасная душа данного человека. Всем добра, всем всех благ. До свидания. Не? Пока! וכ